И здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова я, Андрюха Рейтс, и добро пожаловать на новое видео по F1 2020. Сегодня у нас уже Гранд Бри США, 19 этап, собственно говоря, в режиме моей команды, и да, квалификация у нас не в очень уж и хороших погодных условиях. Все компоненты в двигателе и износоустойчивости уже адаптированы, ну, кроме одного износоустойчивости. Ну и, собственно говоря, мы готовы отправляться в бой, но, к сожалению, я вынужден сменить коробку передач, потому что она уже под 70%. И из-за того, что я это додумался сделать только после квалификации, мы стартуем последними, потому что, согласно какому-то там пункту регламента, в закрытом парке ничего не заменять. А в реальной формуле там вроде два раза можно менять в закрытом парке что-то без штрафа. Ну, короче, вы поняли, я как бы не прошу второй сегмент, потому что тут как бы мне написали 22-я позиция, но потом сразу сменилась на 16-я. Это никакой не... это никакая не склика, это вот реальный баг игры. Прекрасная игра, кстати. Ну и, собственно говоря, давайте посмотрим на стартовую решетку, где я буду стартовать последний, ну, а на поле у нас стартует Льюис Хэмилтон. Второй у нас стартует Вальтери Боттас, все это уже после самого последнего патча. Дальше у нас стартует Шлатли Клэр и Макс Верстаппин, Даниэль Риккердо, Алекс Албан, Карл Сайнс, Ландо Норрис, Эсэбан Окон и Пьер Гастли замыкает топ-10. Фетер получает штраф в виде 10 позиций. Он был либо первым, либо вторым, потому что у нас еще и Перис получает 10 позиций, и неясно, кто кого раньше опускали вниз. Также еще Квят получает штраф. И я, собственно говоря, последний стартует с новой коробкой передач. Тактика тут даже софт-медиум нам не предлагают. Есть софт-софт-харт, есть софт-софт-медиум. Я не решился стартовать с медиума после прошлого этапа. Я решил стартовать по такой же тактике, как и все. Если повезет, если я смогу продержаться круга до 11, то мы переходим на медиум и едем до конца. А так пока что делаем тактику в два пидстопа, а там она, возможно, по ходу гонки будет меняться. Загораются все пять огней и Гастли не в эту секунду срываются все со своих мест. У меня не такой уж и хороший старт получается. У Квят, например, он был намного лучше. Ну, а в первый поворот я не решился прям давить. Давить, я просто спокойненько проехал бок о бок. Просто скорость у черепахи, да, да, да. Я пока что поднялся только на 20-ю строчку, но по нижней траектории смог объехать еще и Квят, который там борется с Латифи и вышел уже на 19-ю строчку. Но это же еще не все. Я прям на хвосте у Джордана Кинга, того пилота, которого мы выгнали из нашей команды. И по нижней траектории я его спокойно объезжаю. Прям очень легко это было. Также уже и нападаю на Романа Граждана, потому что все они тут оттормаживаются прям за километр. Думал еще на Кимерек тут напасть, но не стал. Просто прошел Граждана, вышел на 17-ю строчку, уже опять место отыграно. Ну и, собственно говоря, давайте посмотрим на повтор старта, как у нас стартовали лидеры. Это уже снимается после самого последнего патча, где там некоторые фиксы произошли ливрей. Ну и самое основное, что произошло, это, наконец-то, номера нормальные. То есть свои номера, а не в онлайне, а не реальных пилотов. Ладно, продолжаем, собственно говоря, мой первый круг. Я не вплотную преследую Кимми, но опять-таки из-за того, что первый круг, боты оттормаживаются просто за километр до каждого поворота, значит, я имею шанс его пройти. К сожалению, с контактом тут не обошлось без контакта, я до него дотронулся. Из-за этого он, собственно говоря, отрулил, хотя мог просто спокойно ехать. Без повреждений мы вышли, но по внешней траектории я его все-таки объехал и вышел на 16-ю строчку. При одной сверху перец, который достаточно сильно отъехал из-за борьбы моей и Кимми Райкина, но его я догоняю уже под конец, собственно говоря, третьего сектора, где я не так уж и многого сливал ботом. Прям я очень удивился. Льюис Хэмптон у нас заканчивает первый круг первого, в принципе, ничего нового, а я заканчиваю, собственно говоря, свой круг шестнадцатым. Шесть позиций на старте отыграно, это прекрасный результат. Ну, а на перец я уже тут пытался нападать как-то, но это был прям лютый дайв, он мне места не оставил, и я его пройти так и не смог. Но на втором круге, на этой же длинной, самой прямой, я после торможения его спокойно прохожу, потому что, опять-таки, они зачем-то тут оттормаживаются за километр. И выхожу уже на пятнадцатую строчку, и надо уже догонять Лэнса Строла, которого я догнал на третьем круге, подрубил ДРС, и хотел атаковать, но что-то скорости немного не хватило. Мы ехали в одном темпе, он сместился на внутреннюю траекторию, я торможусь по траектории, немного пролетаю поворот, но у меня лучший выход из-за того, что поздний Айпекс, да. На внутренней траектории я тут находился, я думал, что вот, всё, я уже вышел вперёд, но меня снесло, к сожалению, и я ещё пролетел поворот, получил предупреждение за то, что потерял дохрена времени, пропустил Строла, и так ничего не отыграл. Но на четвёртом круге дайв-бом происходит на Лэнса Строла, лютый просто, с контактом он не отворачивает, и я выхожу на четырнадцатую строчку. Свиното, Свиното, согласен, он, кстати, со мной ещё тут букобок полез в эске, но, слава богу, там это, его совсем не переклинило, и он дальше не остался букобок. Также уже и Антонио Джовинаци отлетает, он ошибся в затяжном левом, ну, не в затяжном левом, а в третьем секторе, и я его и во внешней, и потом по внутренней траектории, я его проехал и вышел на тринадцатую строчку, и уже нахожусь подади своего напарника, которого буду атаковать уже на этой прямой, потому что очень большое у меня преимущество в скорости. Ну и, собственно говоря, ДРС, у него её нету, просто спокойненько вышел из поворота, подрубил абсолютно все режимы, даже потом отрубил обгон, чтобы не сильно всаживать батарейку, и просто спокойненько его обогнал. И вышел уже на двенадцатую позицию. Передо мной в трёх секундах Гастли, которого я уже прям очень быстро догнал, ну, а позади у нас сходит мой напарень Кевин Магнусом. Всё-таки он сошёл, и мы не получим выплат от спонсоров, потому что у нас вроде два из трёх спонсоров, они нас обязуют проехать 50 и 75 кругов соответственно за уикенд. Ну и благодаря Магнусу ни один не будет выполнен, скорее всего. Ну и, собственно говоря, на восьмом круге начались у нас пидстопы. А я всё-таки решился ехать как можно дальше и пойти на один пидстоп. Вышел уже на седьмую строчку, вот, повисел немного за Гастли, ну а на девятом круге абсолютно все свернули на пидстоп, и я вышел на первую строчку. Да, позади меня уже Льюис Хэмилтон, который как бы является лидером, но лидер я. И он уже в одной секунде позади меня, и на, собственно говоря, этом же, на одиннадцатом круге, прошу прощения, он меня догнал. У меня уже с жёлтеньким отображаются покрышечки. Он меня пытался атаковать в эсках. Я как бы захожу по своей нормальной траектории. Он зачем-то решил тут задайвить, ну и, собственно говоря, за это поплатился. Тут он поначалу меня пытался пройти, у него не получилось по внешней влезть. Тут он люто задайвил, ну и, собственно говоря, поплатился. Дайвер получает по заслугам, как говорится. И всё, он пропустил достаточно много пилотов, и опустился на пятую строчку. И проиграл, кстати, очень много времени. Ну а Вальтер Босс на этом же круге, на этой же прямой, и тут уже, к сожалению, без шансов. Я не могу к нему уже сопротивляться, и на этом же круге, вы видите, какой у меня адский износ. Можно было проехать ещё один круг, но он был бы очень медленный. Ну и, собственно говоря, я на этом круге заезжаю на пит-стоп. Ботас уже за один сектор от меня отъехал больше, чем на секунду. Шарли Клэк, кстати, поставил лучший круг. Нереалистично. Ждём патча на нормальной характеристике. Ну а я продолжаю ехать по этому пит-лейну. Скорость почему-то колеблется от 79 до 80 км в час. Она что-то нестабильная. Пит-леметр что-то как-то шалит. Ну и я на медиуме выезжаю, собственно говоря, на 12-й, 13-й позиции, пропуская Переса вперёд. Так мы с Пересом ехали в одном темпе до какого-то момента, а именно до 17-го круга, где я его догнал, подрубил абсолютно все режимы, чтобы его пройти, потому что у них уже соп должен, ну, подохнуть рано или поздно. Ну и, собственно говоря, дайв бомбом. Я его спокойно прошёл, ещё даже не заблокировал колёса, и спокойно попал на апекс поворота. Ну и, собственно говоря, на этом же круге началась волна пит-стопов. Вторая волна пит-стопов для тех, кто с софта переходил на софт, и сейчас они все переходят на медиум. Я уже вышел на седьмую с позицию, потом у нас, опять-таки, продолжилась данная волна пит-стопов, и я вышел на третью позицию в гонке. Ну, а, собственно говоря, на этом моя гонка закончилась, потому что позади меня оказался Макс Верстаппин, который каким-то раком, я не нашёл как, но сломал себе переднее крыло и просто всех оттормаживал. Потом его, конечно, прошли почти все, кто были позади идущей группе. У меня комплект был на грани прокола, но всё-таки я его дотянул. Я ехал очень экономно к резине, прям не насиловал её просто спокойненько. Спокойненько намного медленнее проходил эски, намного медленнее, более плавно вращал руль, и, собственно говоря, меньше поворачивал руль направо, потому что передняя левая покрышка тут страдает. Ну и, собственно говоря, это очередной подиум для нас за счёт, собственно говоря, тактики, потому что просто взял, затащил, собственно говоря, на скелет данную гонку, потому что знал, что тактика проживёт. На нормальных болидах тут 100% в софт-медиум едется без проблем, потому что, ну, наш болид журёт резину, как не знаю кто. Нам, кстати, ещё обновление сюда не приехало, не приехало ещё. Надеюсь, на следующий этап оно нам приедет. Ну, а побеждает у нас кто? Вальтери Боттас, который должен, по идее, обогнать Льюиса Хэмлитона обратно в личном зачёте. Там у них заруба прям адская. Вторым у нас приезжает Шарли Квер на Феррари. Опять-таки, хороший у него был темп. Ну, в принципе, неудивительно, что он от меня отъезжал. Ну, и я третий. В принципе, хороший результат. Прям после неудачной Японии снова взобрались на подиум. И наша команда, в принципе, является крепким середняком по характеристикам. Так мы и должны ехать. По дальнейшим результатам у нас четвёртым приехал вроде бы Дэн Рикерда. Сейчас мы это всё увидим. Пятым у нас доезжает Карлос Сайн с шестым. Алекс Албан. Дальше Льюис Хэмлитон, который только седьмой, с лучшим кругом. Дальше Феттель. Ферсапин с повреждением крыла только девятый. Ну, и Ландо Норрис замыкает у нас топ-10. Под директору гонки я единственный, кто проехал с одним питом. У нас некоторые переходили с софта на софт, а потом вообще на хардгене и тактики. Ну, и, собственно говоря, вот все контакты. Их достаточно много. Ну, и, собственно говоря, у меня одно предупреждение за границы трассы. На этом этапе у меня очень сильно почему-то игра фризила, вообще не понимаю. Я это записывал в понедельник после Формулы Зеро. В принципе, неудивительно. И, собственно говоря, как я и говорил, в личном подсчете у нас Льюис Хэмлитон теряет первую строчку. Также у нас ещё Дэн Керда приходит Переса. Ну, и там напарник у меня где-то в конце пилотона нормально. В купке конструкторов у нас и Рено, и Макларен синхронно проходят. И Рейтинг Пойнт, и Альфа Таури. Теперь у нас Рено пятое, шестое Макларен, седьмое Рейтинг Пойнт, и восьмой у нас Альфа Таури. Восьмой болид Альфа Таури. Ну, и, собственно говоря, мы третьи в купке конструкторов пока что, но, всё-таки, напарнику надо заезжать в очки чаще, да. Скоро у меня будет уже 12 уровень пилота. У команды он всё ещё 14. Я... А, нет, я, оказывается, получил не от одного только спонсора выплаты, а от двух прям. Ух, как хорошо. Собственно говоря, не приезжает нам и на следующий этап обновления. Гениально. Взял что-то там по развитию вроде какого-то отдела, если я не ошибаюсь. Мне что-то в компании показывали, что у нас что-то новое, какой-то кругляшок нам нарезовали. Но вообще не понимаю, зачем. Ну и, собственно говоря, я на этом могу прощаться, потому что, в принципе, у нас, да, достаточно много ресурсов, достаточно много денег. Конечно же, мы адаптируем то, что не приехало на этот этап. Ну и, собственно говоря, я вроде ещё взял аэродинамику, если я не ошибаюсь, потому что у нас больше тысячи ресурсов. На двигатель нам не хватило, а вот аэродинамика как раз-таки путь будет. Мы по ней не так четвёртый, ещё побольше оторвёмся от Макларна. И побольше подтянемся к Феррари. Аэродинамика это Феррари, ха. Ладно. Ну и на этом я, в принципе, могу заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока.